Друзья, всем привет! Сегодня я буду готовить на завтрак блинчатый пирог со сливочным маслом и яйцами. Готовлю его уже очень давно, но он никогда не надоедает. Получается вкусным и сытным. Вы видите на экране, что нам будет нужно для готовки. Список компонентов я также пропишу под видео в описании. А сейчас начнем готовить. Муку просеять в миску, добавить сюда соду и сахар. Перемешать смесь и пока отставить ее в сторонку. В большую чашу вбить яйца и добавить сюда соль. Будет образовываться много пены, поэтому чаша должна быть большая для взбивания. Приготовить миксер и приготовить кипяток. Тесто мы будем делать на кефире и на кипятке. Взбиваем яйца в пену. Продолжая взбивать, тоненькой струйкой вливаем кипяток и перемешиваем. Как видите, образовывается много пены. И сейчас я буду вливать второй стакан. Не бойтесь, яйца от кипятка не свернутся, если наливать их тонкой струйкой. И сейчас вливаем кефир, который постоял у меня на столе и охладился до комнатной температуры. В полученную пенистую массу всыпаем частями муку и продолжаем перемешивать. Можно ее добавлять двумя-тремя частями. Вот сейчас можно видеть, что мы взбили верхнюю пену, однако осталось очень много пузырьков. И сейчас тесто у нас, даем ему возможность постоять, чтобы мука разошлась. Даем постоять минут 15 и потом вольем масло. В настоявшееся тесто добавляем масло. Раньше его добавлять не рекомендуется, чтобы оно не забило мучные частицы, чтобы тесто хорошо разошлось. И еще раз перемешиваем. Масляные круги исчезли, тесто стало однородным и можно приступать к выпечке блинов. Хорошенько прогреть сковородку и смазать ее маслом. Маслом можно смазать только один раз. Потом уже не смазывать. Но стоит помнить, что чем чаще смазываем, и больше будет на блинчиках дырочек. Перемешиваем тесто. Обязательно делаем это каждый раз перед новой заливкой. Набираем в половник и выливаем. Вращаем сковородку и распределяем тесто по всей поверхности. Примерно секунд через 30 после того, как налили тесто, вот так отогнуть краешки, чтобы блинчик потом легче у нас перевернулся. Потом поджарить еще секунд 10, подцепить лопаткой и перевернуть. Блинчики получаются румяными, красивыми, с большим количеством дырочек, не очень тонкими и не очень толстыми. Как раз то, что нам нужно будет для того, чтобы сделать наш блинчатый пирог. Вторую сторону жарим также до румяности, на это уйдет секунд 30. Затем снимаем блинчик и выливаем следующую порцию. Таким образом испечь все блины. В миску разбить яйца, посолить их и взболтать венчиком. Добавить растопленное сливочное масло. Подготовить сковородку соответствующего диаметра и смазать дно маслом. У меня получилось 13 блинчиков. Будем сейчас их выкладывать и промазывать полученной смесью. Последний блинчик также покрываем смесью яичной. На каждый блинчик у меня уходило примерно по 3 столовых ложки смеси. На последний блинчик останется немножечко побольше. Разрезать пирог на 4 части. И сейчас накроем крышкой и поставим на очень маленький огонь на плиту, чтобы у нас верх полностью запекся. Наш пирог готов. Аккуратно снимаем крышку, чтобы во внутрь не попала вода. Запекался он у меня 30 минут на очень маленьком огне. Но вы смотрите, то есть он может быть готов и через 20 минут. Можно видеть, что яйцо запеклось, это значит он полностью готов внутри и снаружи. Блинчатый пирог подается четвертинками или порезанными треугольниками. Можно есть его запивая горячим чаем или молоком. Лучше, чтобы он был горячим. Получается очень вкусно и сытно. Готовьте, пробуйте. Я думаю, что рецепт вы оставите в своей копилке. А у меня сегодня все. Буду благодарна вашим лайкам, комментариям и подписке. А также просмотрам других наших видео. До новых встреч. Всем отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова